ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть идея? Переплыть? Не переплыть. Но почти переплыть. Снять ботинки. И голыми, босыми ногами перейти. Закатать. Угу, пинап. Так, на это замазывать придется. На ютюбе, наверное. Да нет, это же пинап. Это же хорошо. Все, здесь. Пинап я люблю. Кто любит пинап, ставим лайк. Тихо-тихо, без матов только. Мат можешь включать, когда будешь тонуть. Приехали на съемку, называется. Чего делать теперь? Интересно, дождь, наверное, не затяжной, скорее всего. Вот так вот. Хорошо. Я вот сегодня думал, взять дождевик или нет. В итоге решил взять его. В общем, правильное решение было. Попробуем подождать и потом поехать. Если дождь закончится, то... А если не закончится, то Диман поедет, а я буду здесь. Друзья, наткнулись недавно на канал, автор которого борется за наш с вами любимый сегмент на ютюбе. Ведь правда, достойный и интересный сталкерский контент утопает в глупых постановах и кликбейтах. Он сам время от времени снимает сталки. Например, у него есть видео с заброшенным аэродромом, где стоит огромное количество старой летной техники. Есть ролик с кладбища поездов или, например, заброшенный город. И это лишь малая часть. Но кроме этого, он разоблачает недобросовестных сталкеров, чтобы наш сегмент стал чище. Думаем, стоит подписаться. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, друзья! Прошел дождик, мы едем на съемку по грязи. Уже не велик, уже фэтбайк. Примерная грязь на колесах. Обожаю эту погоду. По пути у нас две деревни и церковь заброшенная, старая. А-а-а! Аж скидывает. А вон и деревня впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорога в деревню заросшая. Можно сказать, почти отсутствует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорога такая же, потому что мало кто поедет. Ну да. Надеюсь, там сохранился мост. Потому что нам дальше через реку перебираться. Как-то надо будет. И вплавь я не горю желанием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пару человек здесь есть, живут и дачники. Приезжают изредка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глянь, оленей, и рога наверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, это не прошлых оленей, которые сюда приезжали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глянь, не все тут заброшенные, заросшие дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, может, тут принято так украшать виноградной лозой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да ну, хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут явно кто-то живет. Хотя тоже окна заколочены. Но газон подстрижен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Здравствуйте! Вы последний житель, да? Пока да. Все последний. Журналист я с города. Хотелось узнать, как, чем живет деревня, как тут живется вам? Как вы думаете, как тут можно, какая тут жизнь? Ну вот. Людям интересно, как живется в таких глухих местах. Вы знаете, мы же, собственно, немецкие, мы же приезжие. А, вы приезжие, да? Да, мы только сезон. В общем, как мне рассказывала Пёща, ну, а кто ей рассказывал, я не могу сказать, да? Значит, деревня эта называлась различие Адошина. Адошина? Которых он не проиграл. Он их отселил вроде бы в эту местность. Вот. И пошел, так сказать, вот здесь были две фамилии. Понимаете? Вот. Ну, церковь сама с 803 года ее открыли. С 803? Да. Так что я и вижу. Раньше, вот, когда мы поженились, здесь было 23 двора. 23 двора, да. А сейчас примерно сколько? Ну, а сейчас... Дворов 10. 10. Вот, я номера развешивали перед переписей, да? Вот. Просили меня, я развешиваю номера на домах. Ясно. Ладно, спасибо большое. Да. Счастливого. Есть. О, добраться. До золотая. Ну, что делать? Приходится. Да. До свидания. До свидания. Вот так. Раньше люди азартные проигрывали Сиолу в карты. Да, что люди имуществом были раньше. Арбатская удочка лежит. О, он выгорел дом. Здесь был пожар. Календарь 2014 года висит. Не так давно. Ну, какой календарь? Восемнадцать плюс нас ставить. Ого. Ничего себе. Капитанцы и не вскрытые. Да? За какой год? Семнадцатый год. Офигеть. Год назад, что ли? Офигеть. Офигеть. Какой-то. За свет. Ничего себе. Ну, что он открытый стоит? очень недавно пустил дом это бритва что ли? фига себе что за кассета? обычно пишут что тут написано мафон телефон тоже старый здесь по-моему фотография должна была висеть кепка сверху на непоплывок кепка рыбака куча таблеток вещей но вещи только мужские я женских не заметил вообще опа еще один калитарь такого вана я смотрю мужские только вещи скорее всего здесь жил мужчина пинап она эту замазать придется на youtube это же пинап все здесь пинап я люблю кто любит пинап ставим лайк подсвечник что ли ты глянь а нет люстра класс старая олдовая люстра ох сколько фотографий чувак здесь гвардейский орден ленина путиловского кировский зенитно-ракетный пол нифига себе письма не написано нет письма письма про макши читай простой реки есть при этом к тебе из родного калинина калинина твой кореш митька кореш митька круто а дата нам нету с ними 76 год офигеть 76 год это было значит это лет возьмем по 20 сколько сейчас 1030 по сути плюс 40 больше ну да вот любовное письмо я буду читать и ну романтическая да с мусинками стоит да по-моему хороший калаши калаши разве у калаша был такой приклад деревянный деревянный срок 47 ну да вон газоотводная труба стоит у него у него мосинки нету газоотводной трубы у него такого магазина нету у него такого магазина тоже нету кто-то в голове у тебя мало играл я и ты да нету это что такое то есть тетрадки как будто отрезан номера какие-то помнишь раньше поляк? да 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 миша валуй открывашка для банок нет это закрывашка для банок да резная канувра девчонку привет девчонку типа прицел игрушечный ага ага хм вроде нет крошка с киндер субпиза 1993 год дату снизу вот китель алло не увидел советская армия нифига себе класс шуром что-то я не вижу никаких опознавательных а вот наверное сам и хозяин дома посуда еще сохранилась надо глянуть детское фото что-то интересно еще живо вот раньше часы делали хрен поднимешь убить можно так картина картина проблема этих шкафов чайничек интересно такой 1 мая с праздником что там что-то есть внутри кстати какие мне кажется 8 марта женщина значит тоже здесь жила да мне кажется нет не отправлю воровской области да может он написал свой любимый долг там бездорогая крестная все ты портишь что ты сочиняешь крестные крестные вот вот всю романтику испортил дим уважаемый григорий тихонович поздравляем вас с праздником 37 37 37-летие победы над фашистской германией значит ветеран все-таки здесь жил областной отдел социального обеспечения сообщает вам сообщает что вам согласен очередной очередности выделен за наличный расчет автомобиль жигули стоимость машины 0 рублей круто машину доволен газета зима на всех широтах ленинец ничего себе 57 года а выходит 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 блин я думал 57 года газета что там писали интересно влажного пути энтузиасты воздушного воздухоплавания отзовитесь молодежная инициатива наступления наступления уважаемые товарищи наступления 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 с зеленым цветом мне кажется это вручную делали аппликации потому что буквы немножко неровные ну да сто процентов вручную бархатный картон сто процентов ручную покупали стандартные потом индивидуализировали 5 6 10 9 10 11 19 20 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да не то, что мы же молодые, энергичные, а тут, оказывается, всё по хардкору. Зачем ты сюда идёшь? Снимать. А, понятно. Что с тобой понятно, хайпажор? Сейчас предчувствую заголовок. Диман искупался в реке внезапно. Блин, я лучше бы по той коряге перешёл. Ну, нахрен такие мосты вообще-то. Берись отсюда, уберись отсюда. Ладно, что тут наводить. Что-то тот мост в дебрях вообще фигня по сравнению с этим. А я там-то боялся идти. Ну, что, ты готов? Ну, тут, видимо, тут судьба уже искупаться. Что поделаешь-то, а? С другой стороны лучше веди его. Ты же говорил, слева ввел. Да? Это значит, от меня слева. Да, опираться хотя бы, может быть, на велик. Тормоза зажать. Только колёса-то будут скользить. И я держал его примерно возле рамы ещё, второй рукой. А тормоза чем нажимать тогда? А нафиг нажимать тебе тормоза. А вдруг я на него хочу опереться, он поедет? Да не поедет он никуда, успокойся. Ну, как хочешь, смотри, как удобно. А то ещё я подскажу тебе, а ты тут тунешь. Скажешь потом, я виноват. Но будет смешно, велик ты там точно не утопишь. Ну, достанем же. Как-то будет, придётся доставать. Ну, придётся плавать. Учитывая то, что такое бешеное течение. Такое бешеное. Ну, это ты просто не в воде. Ну, вообще, да, ладно, привычное течение. Тихо-тихо, без матов только. Мат можешь включать, когда будешь тонуть. А что, в экстремальной ситуации типа можно, да? В экстремальной ситуации можно, да. В экстремальной ситуации поймут. А это не экстремально ещё? Ну, это относительно. Ты пока ещё сухой, так что всё нормально. Так, а тут уже ни хрена нету, да? Нету водорослей. Так, тут уже опираться на велик нельзя. А теперь стой. И не дёргайся. Э, слышь, чё, ты хочешь велик принять, что ли? Нет, я хочу обойти тебя. Слышь, давай ты меня обойдёшь потом. Успокойся. Это деревяшка сейчас не выдержит, нахера нас. Стой. Не дёргайся, просто не дёргайся. Нет. Псих. Вообще, псих. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Я тут... Я, царь и бог, да? Это знаешь, вот типа это, каскадёры, там, каскадёры, да? Типа вот они выполняют опасные трюки. Ты видел, какие опасные трюки выполняют эти операторы-каскадёры? Да? Да? Да. И я, царь и бог, да? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Есть идея Не переплыть